С вами я, Светлана, и давайте посмотрим, срезонирует ли с вами такой вопрос. Как сделать мне свою жизнь счастливой? Расклад на одну позицию. Для каждого нужен общий, для каждого нужен дуальный, это общий. Сделаем кофе, присаживаемся, и мы пофиячим. Как сделать свою жизнь счастливой? Давайте посмотрим. Главные слова, признательно за отзывы, неважно, что они отрицательные и положительные, значит, они с вами резонируют. Одно хочу сказать, для каждого нужен индивидуальный. Подписываемся, делимся роликом, жмем на лайки для энергообмена, для того, чтобы вы ощущали энергообмен между мной и вами, и вам хорошо, и мне. Как сделать свою жизнь счастливой? Давайте посмотрим, что для этого надо. Возьмем три вещи, посмотрим, что для этого надо. Первое, второе и третье. Да? Три позиции возьмем. Это не то, что там первое, второе, третье. Нет, а три вещи, которые надо для того, чтобы сделать свою жизнь счастливой. И рассмотрим их. Первое. Здесь показано, когда мы начинаем работать над своими отношениями. Да? Здесь показано, когда мы находимся в стадии, когда мы счастливы. Да? Когда нам ничего не может помешать. Когда у нас есть планы, проекты. Мы только вступаем на эту стезю. Да? Когда мы понимаем, что свою жизнь надо с чего-то начинать, с какого-то фундамента. С какого-то фундамента, с чего-то. Сейчас мы находимся, вот, допустим, свадьба, да? Прошла свадьба, да? Или какой-то финансовый поток, поддержку, фундамент. Нужны действия. И что это за действия показано? Мы тут собираемся, да, куда-то двинуться. Двинуться. Может, кто-то отправился в свадебное путешествие. Такое может быть. Здесь показано у кого-то, словно весь мир переменился, перевернулся квертормашками вместе со мной. Словно про меня. Даже колоду повернула квертормашками. Кто-то отправляется в путешествие, считая, что для него, вот, отправиться в путешествие, да, после брачной ночи, это как высший пилотаж. Да? Побыть наедине, вдвоем. Потому что есть ресурсы, и ресурсы позволяют нам двинуться в путешествие. Да? Для кого-то это может быть и так, потому что есть мужчина. Мужчина имеет какой-то достаток, уверенный, сильный, показано. Может, имеет свой дом. Это может быть для кого-то и второй брак, для кого-то первый. Если для первого, то здесь человек может быть уже в состоянии развода. Такое может быть. Для кого-то второй мужчина, который уже составился как личность, имеет дом, имеет какой-то бизнес, имеет движение. Может, работает в бизнесе, где продают машины или работает там, где путешествия, да, отправляются в путешествия. Мужчина, который имеет свой бизнес. Мужчина здесь очень обеспечен и показано для роста, для семьи, для отношений, показано для любви. Начальная фаза показана. У человека есть то, что он может предложить своей любимой. Человек изначально был готов к тому, что он должен был приготовить какую-то почву, какой-то фундамент для того, чтобы его любимая ни в чем не нуждалась. Это хорошая позиция. Это позиция зрелого человека, который уже готов к семье, к отношениям. Я говорю сразу, это зрелая позиция человека, да, смотрите, мужчина, который зрелый, мужчина, который состоялся, уверенный в себе, стабильный, ресурсный, нежадный. Мужчина ради своей любимой, который готов, ну, все дать. Все дать ради своей любимой, чтобы она была счастлива, чтобы она ни в чем не нуждалась. Вот это настоящий мужчина. Для чего быть счастливой? Мужчина берет обязательства за свою половинку. Так показывают карты. Мужчина к ее ногам бросает весь мир. Это правильный мужчина. Мужчина, с которым ты находишься, как за каменной стеной. Это верный путь. Но давайте посмотрим, к чему могут привести такие отношения. К чему? Поначалу все хорошо, все стабильно, все ресурсно. А потом, когда человек попадает, показано. Нет. И потом показано. Единственная здесь подсказка идет. Мужчине, не рассказывай о своей жизни, что у тебя происходит в твоей жизни. И показано. И женщина, не рассказывайте, не делитесь все то, что происходит в вашей жизни. Этот человек брутальный очень сильно. Но возле него ваш мужчина должен быть темненький. Темного телосложения. Не пентакливый, но очень ресурсный. Может быть, немножко с пузиком. А возле него есть человек водного знака в этих энергиях. Мужчина, который... Это может быть партнер, это может быть друг, который вставляет палки в колеса. Поэтому будьте осторожны. Ваша жизнь должна быть надолго. Потому что у вас здесь показано для кого-то это второй брак. Вы должны поменять свое окружение. Возле мужчины есть человек, который завидует и ревнует. И может вставлять палки в колеса. Через него можете протерпевать какие-то сложности. Давайте посмотрим, что второе у нас. Второе тоже мужчина, смотрите. Мужчина, который ничего не боится. Мужчина, перед которым открыты все двери, все дороги показаны. Который не боится работать, нарабатывать. От которого нужны действия. Действия, все, что показано, связано с эмоциями, с энергиями. Здесь показано, что мужчина, может быть, давно и нарабатывал эту ситуацию. Да, вот здесь идет просто пересказ. Мужчина, который вот сейчас мы рассматривали, да, он, вот это его жизнь рассказывается, что он пережил достаточно много. У него были разочарования, как я сказала, его предавали. Почему-то карта это говорит. Да, есть кармическая программа. Да, у каждого есть свой потолок. Смотрите, у женщины свой кармический потолок. И у мужчины. Что мужчина обязан кладываться, это всем понятно. Но то, что есть у каждого своя карма, да, допустим, своего рода, да. Какой род был, какие там правила, да. Какие у них там рамки, чего они достигли в этой жизни. Такие же самые у мужчины показано. Мужчина здесь сейчас многое прошел. Его предавали, его подставляли, показано. Он был в состоянии одиночества. Предавали, его друзья, те люди, которым больше всего доверял. Но мужчина показано за то, что он не озлобился, да. Его жизнь просто наградит этой женщиной прекрасной. Он решил изменить свою жизнь. Завидуют ему родственники, как я говорила. Если у него или брат светлый, или племянник, или двоюродный, троюродный. Короче, здесь показано, когда светлый мужчина, который... Он темненький, а светлый завидует. Его и обесценили, показано. Он и терял в этой жизни все. И воздействия были. Но человек никогда не сдавался. Смотрите, человек не боялся падать, терять, уходить и заново возрождаться. Что его вывело вперед и быть счастливым? В том, что у него была цель. Он выставил себе потолок. Вот я в этой жизни хочу иметь дом, свой бизнес, работу, допустим, или хорошо высокооплачиваемую работу и достойную семью. Семью, которую я смогу содержать. Вот это да. Вся проблема в том, что он очень много пережил, и он знает, что это жизнь. И сейчас он живет по справедливости. У него сейчас открыты все двери, все дороги. Вот что человеку, пройдя через какие-то взлеты и падения, человек менялся сам, менялся свое мировоззрение. Показано, что очень много читал. Прошлое, он был разделен между прошлым и настоящим, показано. Может, там действительно что-то было, приходилось, может, много работать. Может быть, в семье не было такого достатка, но он поставил себе цель. Я выйду, я достигну, я смогу, я это сделаю, я буду обеспечивать семью. И он, смотрите, он уходит, он сжигает все мосты. Он уходит и сжигает все мосты, которые его удерживали. Ради своей любимой показано, вот его любимая. Там же Пентаклева и она. Ради своей любимой он сжигает все мосты. Да? Показано. Но для кого-то показано, что человек, может быть, и потерял свои любимые. Здесь, может быть, даже вдовец мужчина. Здесь даже, может быть, вдовец показано. Может, человек сгорел при пожаре, такое может быть. Но, может быть, и когда, во время болезни. Поэтому мужчина здесь прошел через многое. Мужчина очень сильный. Мужчина, знаете, умереть и заново возвратиться, пройдя такую боль. Не дай Бог каждому. Поэтому мужчина здесь словно умер и заново возродился. Он выиграл эту схватку, эту битву показано. Вот видите, это его новая жизнь, его начало. Он словно уезжает. Уезжает. Он выиграл эту битву, эту схватку. И это касается другого мужчину. Но мужчину воздушного знака, который, может, и был в отношениях, но отношения оставил такое. Уезжает ради своей любви. И такое может быть. Так. И третья задача какая? Собрать урожай. Но карты вообще классные, позитивные. Для того, чтобы быть счастливым, надо было засеять семена и собрать их. Да? В этой жизни показано, что посеешь, что пожнешь. Это как награда. Это стабильность. Это уверенность. Это ресурсность. Это как награда. Знаете, всегда показано... За каждую прожитую часть жизни мы платим. Да? Вы же говорите, что не может быть всегда хорошо. Всегда есть что-то, что может навредить, помешать. Оно именно так. Завистливые друзья, подруги, родственники. Просто научитесь выстраивать забор. Удержите то, что у вас есть показано. Вы достойны здесь счастья. Вы достойны этого счастья. Вы достойны рога изобилия. Говорю сразу. И вы это все получите. Для того, чтобы быть счастливым, научиться духовным ценностям. Знаете, вот сейчас кто-то сидит, и у него внутри здесь просто летают бабочки. Вот такое чувство, что кто-то вот смотрит в меня, да, и словно говорит, да, она моя. И я ее заставил, бил, я ее обозначил. Это мое, и я ей все дам. А я, она говорит, я это принимаю. Потому что мы уже прошли школу жизни. И это ваша победа. Ваш путь, и за ваш путь вы получаете победу, награду. Почему? Потому что, смотрите, там пентакливые, а тут жезловые люди. В нашем мире материальном, да, духовном, все сопоставимо. Есть ценности, есть духовности. И они у вас, вы передаете друг другу. Все благодаря любви, взаимности. Да, поначалу показана влюбленность, эйфория. Но сложности и трудности нас укрепляют. Научитесь быть цельными во всех сферах. Да, если сложно, трудно, значит, помогать друг другу. Не убегать от сложностей, а искать какой-то путь. Только при хорошей женщине, умной, да. Из ефрейтора вырастает генерал. Почему? Потому что женщина, она всегда замужем. Да, где муж, там и она. Потому что у нее есть духовный мир. Потому что она его ведет. Она ему показывает, что он для нее значим. Он для нее, а она для него. Что они единое целое. Но он делает ее счастливой, чтобы она ни в чем не нуждалась. И это тоже очень важно. Это два единых целых человечка, которые любят, уважают друг друга. Да, невзирая на все сложности и трудности. Потому что всегда есть выбор. Если вы разводитесь, то разводитесь примерно, да. Да, не грубя, не хомя, не эмоционируя. А если любите, то любите по-настоящему, искренне. Не дай-задай, да. Материального блага, допустим. Я тебе подарила кольцо, а ты мне должен тоже подарить. Нет. Здесь, когда рождается семья, рождаются детки, да. Планы, проекты. Да, когда возможности, шансы, перспективы. Где мы растем, развиваемся. Да. Если ты болеешь, то ты переживаешь. Если ты попал в какую-то беду, то у тебя всегда есть мужчина, который может решить за тебя вопрос. Быть замужем. Не замужем, а замужем. А он, когда с ним рядышком, та самая, единственная, ценная. И она действительно ценная. Но это ж надо пройти через какую-то школу жизни. Показано. Вы соберете этот урожай. Пришло время. Вы заслужили этого. Вы прошли через школу жизни, большинство из вас. В вашу жизнь войдет та самая значимая женщина и тот самый важный мужчина. Иногда мужчины не видят, сидят за юбками своих мам и подчиняются своим мамам. Мои хорошие. У вас есть семья, у вас есть жена. Почему вы совместное жилье должны, допустим, которое вы вместе во время брака, да, описывать на маму? Мои хорошие. Есть семья, да, есть ваша энергия, ваша интуиция. Изначально мы любим, да, нам классно, нам комфортно. Потом начинаются воздействия мамы на отношения детей. Мамы, сидите, не мешайте своим детям. Они сами разберутся. Поэтому не вы сводили, не вам разводить. Не надо лезть, иначе потом будете виноваты вы. Здесь показано, пришло время собирать урожай. Мужчина работает, нарабатывает. Для кого? Для своей семьи. Для своей семьи. Отпустите своего сына. Там уже семья. Это говорилось не только для взрослых людей, но для молодых пар, где мамы пытаются удерживать своих сыновей. Отпустите от своей юбки. Не мешайте детям жить. Тогда ваши дети соберут богатый урожай. Когда у них будет все хорошо, они и с вами поделятся. Не мешайте. Отпустите.